Боевое братство Железногорска Их связан не только и не столько с купанием взрослых мужчин в фонтанах, а прежде всего с воинской славой России, ее боевой элитой. Среди тех, кто считает этот праздник своим, немало ветеранов, участников локальных войн. Афганцы и так называемые чеченцы тоже соберутся в этот день вместе, чтобы в том числе почтить память своих погибших товарищей. И наверняка пожалеют о том, что негде пока железногорцам сделать это по-человечески. Вот сейчас нынешний вид, вот этот сквер воинской славы, но это уже позже название придумали. Он почему-то раньше, по-моему, аллея памяти назвал. И как вы мечтаете пока? И вот мы мечтаем, чтобы все-таки это задуманное воплотить в жизнь. Вот так должен выглядеть памятник железногорским воинам-интернационалистам. Гранитный монумент размером 3 на 4 метра. Его эскиз представила красноярская фирма, готовая выполнить проект от и до. Подполковник СССР Сергей Чеплыгин, председатель боевого братства, а именно эта общественная организация, собственно и вышла. Со всей инициативой эскизом доволен. Он уверен, памятник нужен. И не столько самим ветеранам, сколько их потомкам. Живем мы в очень сложном мире, и патриотическое воспитание молодежи имеет очень большое значение. Поэтому этот памятник будет напоминать и нашей молодежи, что их братья, отцы там и какие-то там предыдущие поколения защищали родину. Это будет лишний раз напоминать и молодежи, и всем гражданам города, что есть у нас в городе люди, которые кто отдал жизнь, кто жив-здоров. Уже решено, что вот в этом месте, в сквере на углу улиц Советской и Советской Армии появится мемориальный комплекс воинам-ветеранам боевых действий в горячих точках. Все за и готовы поддержать боевое братство, но пока только морально. Сбор денег на памятник идет с трудом. С апреля этого года, а именно тогда идея возведения монумента получила одобрение местных властей, из необходимых 4 миллионов рублей пока и 100 тысяч не набралось. Так что ветеранам ничего не остается, как обратиться за помощью горожанам, предприятиям Железногорска и предпринимателям. Для того, чтобы начать работу уже по конкретно, по изготовлению и монтажу и так далее, нужно сделать проект. Проект стоит 161 тысяча рублей. У организации, которая живет только на свои взносы, членов организации, таких денег, естественно, нет. Поэтому я хотел бы обратиться с вашей помощью к горожанам, предприятиям города, бизнесменам, меценатам и вообще неравнодушным людям, которые могли бы нам помочь в этом, я думаю, благородном деле. Потому что это не для нашей организации, в первую очередь, это для города. Каждый может внести свой вклад в строительство мемориала, перечислив деньги на счет организации. Ее реквизиты сейчас на ваших экранах. Разумеется, с вопросами можно обращаться и в нашу редакцию. Телефон прежний 75 25 88. Построим памятник всем мирам.